Друзья, всем привет! Приехали мы в хозяйство к Сергею Анатольевичу. Мы уже тут были. Я! И Петя приехал. В общем, я в прямом эфире заикнулся, что у них урожайность, там, сериала магия и до 140 центнер, да, у вас была? Да. Я сейчас ставлю кадры с того поля, мы там чуть-чуть опоздали и посмотрите, какой ячмень был. Расскажите, что на нас произошло? Ну, начнем с того, что как мы вообще пришли к покупке сейл, посевного комплекса, сейл ее не назовешь, это целый комплекс, который выполняет ряд операций. Все началось с того, что мы внедрять начали различные технологии. Уважаю вас, Перевью. Звезды собираются. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь рядом. У нас только начало видео. Кто не знает технический, присаживайтесь. В общем, все пособирались зафиксировать рекордный урожай, но чуть-чуть не успели. Сейчас нам расскажем. Садитесь. Пока сихался, значит, мы так же. Ну, так как мы люди науки, мы подошли, во-первых, к изучению всех пассивных комплексов, которые выполняют несколько операций за один проход. Ну, это была первая задача для того, чтобы сэкономить и трудовые ресурсы, потому что у нас сейчас будет и здесь, и будет проблема в дальнейшем с кадрами. Это первое. Второе – это экономия все-таки средств, это дистопливо, удобрения. И все делать за один проход. Ну, и оптимизация некоторых операций. Плюс внедрение прогрессивных на сегодняшний день, я считаю, одних из таких самых современных технологий. Это стриптил с каким-то нашим украинским подходом, скажем, назовем его так. Здесь тоже можно подходить двояко, и мы сейчас думаем, как. Либо мы все время будем делать в один ряд и сеять в один рядок по точной технологии, либо мы будем смещаться, менять. И, конечно, это силоборот и сортовые ресурсы. Ну, на сегодняшний день мы уже испытали селку Магию, селку Мзури, селку Хорж. Еще у нас был ряд селок, от которых мы вообще отказались. Это обычные зерновые селки, даже с нулевой технологией. Мы остановились на... Мы решили подождать, не делать выводов поспешных с осени. Мы наблюдали после посева, зимой, весной и так далее. Ну, решили все-таки провести уборку и уже тогда подвести итоги нашего выбора. Я скажу, что у нас хозяй... Не многие такие хозяйства, которые имеют практически две аналогичные селки. Но мы все-таки поверили в нашего украинского производителя. Мы увидели, во-первых, подход, техническое сопровождение, как это было от начала покупки, гарантийные обязательства, настройку, обучение персонала. Ну, чего бы я не сказал о польской селке Мзури. Было много проблем. Мы остались один на один с этими проблемами, к сожалению. Поэтому сейчас мы даже селку вот в этом Мзури выставили на продажу. Вот ей всего лишь. И вот склонились больше к нашему отечественному производителю. Все-таки ближе, ближе. Мы не только за то, чтобы и мы развивались. Мы за то, чтобы развивались все в нашей стране. И производители сельхозпродукции, и производители комплексов. Мы понимаем, сколько сейчас стоит, ну, во-первых, это интеллектуальный труд, какой он дорогой. Какая конкуренция сейчас стоит на этом рынке, реклама и так далее. Ну, мы больше склонились к нашему производителю, и они нас не подвели. Все-таки селка Магия, когда мы начали уборку ячменя Азимова, а мы ей посеяли, у нас в обороте 15 культур, из которых 14 мы сеяли селкой Магия, только кукурузу мы не смогли посеять, потому что у нас не было... Ну, у нас другая технология на орошении. Мы все-таки, мы еще учимся и сеять третий год. Вы видели результат нашей учебы, я думаю... Да, я раньше приезжал в хозяйство, у меня было видео, вот, мы ходили. Поэтому то, что мы получили результат по зиму ячменю, наравне с внедрением новых сортов, новых сортов, с абсолютно уже другой генетикой, мы смогли... Ну, да, мы не можем на всей площади, скажем так, там мы посели по 20... От 17 до 20 гектар там было три сорта, и в том числе европейская селекция, которая себя показала, самое хуже, ну, вот, два сорта с очень хорошей генетикой показали урожайность больше 10 тонн. Местами показывал 11, 12, 14, в одном месте 17. Но, если учесть тот фактор, что сегодня уже 13 июля, а оптимальные сроки уборки у нас по ячменю 30 июня, то мы, во-первых, часть, из-за того, что оно все полегло, были обильные осадки и так далее, мы, ну, я думаю, что минимум 500, а то и тонну оставили на поле. Это раз. Второе, да, там все-таки орошение, мы развиваем это направление, полили мы всего один раз из-за того, что были естественные осадки, поливать не пришлось сильно. Но один раз мы полили и тоже... Это когда я присутствовал по колосу, да? Прошла машина, все равно она что-то, какой-то площадь положила. Мы считаем общую площадь, есть результат в комбайне, в одном, во втором, есть результат на такую. Мы берем анализ с каждой машины, анализ на влажность, сорность, зерновую примесь. Ну, естественно, так как это мы убирали элиту, мы ее отдельно сложили, будем дальше дорабатывать и сеять в дальнейшем. Но однозначно на сегодняшний день я вижу направление такое, что с учетом изменений климата надо переходить на эту технологию, она себя полностью оправдывает. Оправдывает в экономии дистоплива, в экономии зарплаты, труда. Мы все делаем за один проход. Лучшая перезимовка, накопление влаги, все, что мы делали, питательные вещества, это минудобрения, подкормки, все скатывалось в эти ложбинки, вы их видели, они до сих пор на поле есть. Плюс у нас получается так, что 50% площади фактически находятся полупар. Дальше мы эти эксперименты будем и опыты проводить, мы будем их закладывать. Мы не остановимся на этой работе. Я думаю, и вам будет интересно узнать о новых подходах. На сегодняшний день в Украине, в земледелии, это прорыв, скажем так. Это как на лошадях обрабатывали раньше, пахали, и потом появился трактор. Вот также сейчас появляется новая технология, появилась сейлка «Магия» в Украине. Это единственная сейлка с такой технологией в Украине, украинского производителя. Я считаю, что здесь должна быть поддержка и со стороны государства, для того, чтобы наши фермеры имели более такой доступ, скажем, есть какие-то программы финансирования, но эти программы не позволяют массово внедрять более мелким, у кого там тысяча, две гектар. А такие сейлки надо иметь и у мелких фермеров. Мы можем одной сейлкой сеять абсолютно все культуры, с учетом того, что у нас сеют подсолнечник, пшеница и чмень. Эта сейлка способна заменить 2-3 сейлки. И зачем нам завозить импортные аналоги, которые некоторые не стоят и внимания. А сейчас тут появились аналоги китайские, арабские. Ну, вы понимаете, что через 2-3 года случится, когда есть же какие-то детали, которые изнашиваются. Кто их будет сюда завозить, кто их будет делать. Но мы не успели зафиксировать рекорды урожая чменья. Сейчас же у вас рабс начали, да? Мы зафиксировали этот рекорд. Для себя. В первую очередь для себя. В складе зафиксировали. Для нас главная задача. Понимаете, почему? Мы не можем... У нас есть и другие культуры. Сейчас рабс подошел, он уже сыпется. Пшеница подошла у нас. Ну, комбайнов нет. Проблема большая с зерноуборочной техникой. В этом году эта проблема вообще как никогда появилась. И надо об этом говорить. Никто об этом не говорит, что у нас проблемы с комбайном. Месяц назад я говорил, что многие сейчас, многие будут стоять возле края поля, платить любые деньги. На сегодняшний день готовы платить от 3 до 5 тысяч, только чтобы дали им комбай. За уборку... За уборку. Будем брать косы, серпы и молотить. Это не смешно, но это так и есть. На сегодняшний день это так и есть. И с учетом изменений климата, у нас здесь 32, да? А в суммах сейчас 37. И уже все созрело. Но мы на РАП-су-7 сегодня посмотреть? Ну мы РАП сейчас зашли косить круглосуточно. Естественно успеем. Мы сейчас переоборудовали комбайны, оборудовали их бокорезами. Ну сейчас поедем, посмотрим. Там, где сеяла магия, там в этом году, это чудеса. Она удивляет. Удивляет результатом. Удивляет результатом таким, что за 20 лет моего с лишним опыта в земледелии. И я общался с механизаторами, с сумм, которые косили. Ну казалось бы, это север, у них осадки. Но он говорит, я впервые кашу такой ячмень, такой урожай. Это его слова. Я тоже впервые кашу такой урожай. А гороха с зимой тут зимой еще вы убрали уже? Гороха с зимой мы похоронили в связи с тем, что нету комбайна. Нас подвели, мы подписали договор на пять комбайнов с жатками, флекс, чтобы подобрать. Мы его обработали. Ну, мы не можем или жертвовать горохом, или жертвовать семенами. То есть вы даже его не убирали, да? Мы заехали, попробовали. 28 сантиметров он там начал сыпать, но потом пошел дождь, он потом лег. И мы от зимого гороха мы отказываемся вообще, навсегда. Я в этом году тоже такое решение принял. И это не вы одни, многие такое решение приняли. Яровой горох, и тем более сейчас мы ищем возможность заменить яровой горох. Я уже его заменил на 400 гектарах сои. Вы просто, ну, на Багаре, мне, с кем не общался в области, никто не верил мне, что я смогу вырастить на Багаре сои. Я сказал, что я смогу. Я вас сегодня там рядом будем косить это, и вы посмотрите соя. Ну, я же не маленький, да, но она мне по пояс. Ну, вы тогда говорили, что никто не верил, что вы, ну, все отговаривали. Да, мы посеяли, мы получили, уже есть там бобики, уже я вижу, будет там урожай. Да, он будет не совсем большим, но если мы соберем две тонны сои, мы с воздуха закачаем туда азота бесплатного, мы посеем, дальше пшеницу мы получим еще больше. Приехали на уборку рапса. Примихали, примихали, только свой опыт показать, а и чужих перенять. Да. Сейчас сейчас полужаем тут, чтобы пробиться. Тут речки хорошие, главное не накололся тут. Да, да, это требует купаем, как там, не стремим, а то там скатим, уже. Робляй, это самое слюго, как с скатом хана. А если на ногу, то он заживает плохо. Если это, это понятно, инфекции. Что вы скажете, у вас опыт. Это опыт. Он может стоять, главное, чтобы все заряды не все было. Он сыпется уже, или ты он тронул его? Это он тронул, сбоку? Нет, он кусой, да, тут нормально. Коса специально, хотя боковая коса, это он край делал, правильно? Или это он так сел? Нет. А, это он вот так сел? Ну да, так же. А что, он поперек ходит? Сюда, дерьмо, потери. Уже. Уже вы первые потеряли. Это все гроб. Это потери, да? Обычный араб собирает все зеленое, это уже сухое. Это сухое, мы косились, и у нас тут, палка еще зеленая. Ну, який потенциал туда выражает? У нас взгляд, опытного компаньора. Я же тренируюсь, это тренируюсь. Первый год мы посеяли, год 9 назад, то у нас по 40 сипал. Мы ничего не делали, ни фунгициды, ни инсекцида, ничего. И аж 2 посеяли. Ну, а стояло лучше, чем это или нет? Ну, десь так само. Ну, я не помню, так, знаешь, что по 40 сипал. Тяжело на вид сказать, да? Ну, так уж, сейчас вот, чтобы у колоска было, чтобы у колоска было, как тут завязка была, как цей, попал бы на цветение, там же, сколько зверей едят, из Биткоиды. Что тут, известно примерно урожайность? Посчитаем, вот все сейчас высыпем. Вот вы видите эти чудо, чудо, бугорки, да? Ага. И упадины, вот их сейчас прекрасно видно, видно, ну, уже видно, какой будет урожай, как говорится, да, мы... Но все, кто тут был, примерно говорили, 40 должно быть точно. А вы как думаете? Ну, 40 для нас, это очень хорошо, если будет тут 40, это значит, очень хорошо. Мы надеялись здесь получить 30. Ага. По кругу, там, где селом жур, или здесь чисто 3? Или там, где жур, там... именно здесь. Ну, по Кропиву, показывает тут, все равно не совпадает. Где-то там 30, где-то 33, но 40 не показывал. Если сейчас покажет 40, ну, магия вдвойне оправдает нашу надежду. А Кропиву вы первый год работаете? Да. Ну, еще неизвестно, правильно она показывает? Неправильно. Неправильно, да? Я уже сравнил, где... Ага. Это просто, если, может быть, фьюансов в этом Кропиве. В общем... Руслан же ж, а Гриумпорт тоже ж, такой. Ага. начали считать, там много, там мало. Ну, так, в пальце. Короче, это такое еще, недоработка, вот это? Нет, это доработка. Нет. Там классно, дивиться именно на... Проблема можно. Ага. На Кропиву. Проблема... А урожай не покажет, да? Да, ну, урожай... Да. А, он что-то хочет показать. Так. 1.01 убрал. Я не знаю, что там в бункере. Угу. Я вызываю пустой, ээээ... масс пустой. Кто-то из вас должен поехать и взвесить пустой, затарировать 1.01. Этот комбайн был, ждал нас, чистый. Угу. Пока я настроился, вы же видели. Туда-сюда, туда-сюда. В общем, фиксируем. Фиксируем. Так. Ага. Убрано 1.01. Я считаю, смотри, я лично косил, я считаю, 0.1. Можно списать, потому что я вилял, сазор нажат. Давайте я вас представлю, хозяин поля. Да, директор, директор, фермерского, голова фермерского господарства Corsara, Чехов Роман Анатолий. Да. Просто сел за руль сам. пойдем, сел за руль сам. Опа. Пойдемте, значит. Что вилял, что вилял, что забивалось. Значит, смотрите. Пока я к нему приноровился, потому что я кашу, ну, мой любимый комбайн, CR9080, у меня 9-ти метровая жатка. Эту жатку я еще, ну, не привык к ней. Пока с комбайнером. Глуши, Андрюха! Сейчас приедет МАЗ, высыпешь МАЗ, больше не трогай. Пойдемте к Мукечу, расскажем ему о том, что мы как бы сейчас здесь сеяла сеялка магия. Значит, лично тоже настраивал, лично здесь находился, когда ее привезли. Вот вся группа людей была с завода Белесагра. принципиально скосил ровно один гектар. Владимир, значит, руки, смотрите, скосил от 1,01 гектара ровно. Я предлагаю взять погрешность 10% на то, что вилял с жаткой, три раза забивал комбайн. три раза. Вначале мы видели. Туда, сюда, то есть гектары считали. Я считаю, 0,9 гектара здесь есть реально. Давайте реально смотреть. Нет, давайте смотреть гектар. Показал нам гектар, мы и смотрим. Ну, 1,01 это 0,9 гектар. Смотрите, вызываю сейчас оттарированную машину, кто-то из ребят садится, чтобы... Нет, едет чувак масляный. Да, эта машина уже была... Мы грузили, на весовой нам отзвонились, мы поняли, что в итоге дает магия. Какой результат? я вам хочу сказать, вот косил много раз, такого рапса не косил. У себя такого рапса еще не косил. Главное, всего было доволен. Лукич, я думаю, уже доволен. Ну, там как бы уже... Черное золото. Ну, Лукич, если бы мы были недовольны, мы бы на продажу выставили в интернет не мзури, магию. А вы ставили на продажу мы мзури. Это вам как бальзам надо. Так, чтобы продать, надо мзури хвалить, чтобы продать. Слушай, пока я собрался с этим реверсом. Здравствуйте, а вы пустой были? Так мне надо с вами... Вы сюда потом опять приедете? Мне надо с вами съездить взвесить. Вам загрузить? А? Сейчас. Так я хочу на камеру снять. Вам не говорили? он мне сказал, Андрюха, что один будет загрузить. Ну, все, это надо мне съездить с вами. Сейчас еще возьмем Петю. Поехали. Если хочешь, скрепайся. Но вы сюда приедете? Ну, да. Сейчас зафиксируем. как у него показал комбайн, он убрал один гектар. А тут на двоих места нету, да? Нет. Один парень. Или шумы? Или подожди, сейчас можете все вместе просто поедем. Сейчас я узнаю. за вами просто. С агрономом съездим. Ага. Сейчас узнаем. Все, едьте на ток, свешивайте весы и приезжайте сюда. Сюда ехать? Да, я просто думал, тут надо, может, мы с ним на машине за ним поедем, нет? Можете на машине поехать, чтобы не ехать в машине. Но машину из класс не терять. Что-то мотив не видно. Вы же назад тоже затарите? Здравствуйте. Ну, я думал, мы уже вы тару знаете. Контроль у нас, видите, 11880. У нас дело в том, что не получается тару, а вдруг он там что-то не досыпал, а вдруг что-то все равно остаться. У меня были по-любому они должны попробовать. А, понял. Ну, сейчас я выкиплю. Петя записал? Да, да, да. Мне нужно отобрать пробу. А ну, сейчас посмотрим. А вы что, с каждой машины берете пробы? Конечно, животные антистетки. А, вот это они сегодня навозили, да? Да. Так с одного школя? Это не сегодня. А, это раньше? Это не сегодня, это уже вечером, после пяти часов. Ну, сегодня? Да, да, да. Так а вы, а лишь одинаковые каждая проба, а в одном поле шкосит. Ну, какая разница. Да? С каждой машиной нужно разбирать. Все серьезно. А как вы анализ делаете? Делает лаборантка. На утром приветы были дел. Вы же видели женщины лаборантка. Так, а что, это же сколько проб надо делать? И все же с одного поля. Ну и что? Ну так требует от нас, так мы делаем. Понял, понял. Так. На каждую выписываются. Пожалуйста. Пек, я сейчас записал? Записал без? Я не записывал. Давай, включай калькулятор. сейчас водитель выйдет, Петер. Так. Контроль. 8400. Что там математика показывает? Чистый нет, переходим. Дай мне нажать. 3,6. Алло, чекай. 3,480. 3,480. Ага. 3,480. А что, так мало привез? Там один бункер. Да, это с контрольной. То есть, это вектора, 34,4 центнера, Да. 3,480, да, почти 35. 35 центнер, В общем, зафиксировали вес, посмотрели урожайность, но он не говорил, что ожидали тридцатку, да? Ну, кто-то думал, 40, не угадали чуть-чуть. Ну, сбоку одно видно, сверху другое видно. В общем, приехали на смень, а сняли рапс. Зафиксировали. Всем удачи. До встречи.